Покупка квартиры с материнским капиталом 2020 Покупка квартиры на материнский капитал в современных экономических реалиях представляется наиболее рациональным и надежным решением. Во-первых, инвестиции в недвижимость всегда являются высокодоходными. А во-вторых, такое распоряжение маткапиталом позволяет использовать государственные деньги с наибольшей выгодой для семьи. Однако, здесь следует отметить, что при покупке жилья на средства маткапитала существуют как и большие преимущества, так и свои подводные камни. В этом видео я расскажу вам о том, как купить квартиру на материнский капитал быстро и выгодно с учетом последних изменений в законодательстве 2020 года. Смотрите наше видео до конца, чтобы не пропустить самое важное. И обязательно задавайте нам вопросы, если они у вас есть, и делитесь с нами вашим мнением в комментариях. Итак, поехали! Квартира в квартире рознь. Если вы решили купить квартиру на средства маткапитала, прежде всего надо учитывать положение пунктов 6 и 6.1 ст. 7 Федерального закона за номером 256, регулирующего вопросы, связанные с получением и распоряжением материнским капиталом. А суть этих положений заключается в том, что по общему правилу распорядиться средствами маткапитала можно только после достижения ребенка трехлетнего возраста. Однако, есть ряд исключений, которые дают возможность распорядиться маткапиталом сразу после получения сертификата. И среди этих исключений на первом месте стоит расходование средств маткапитала на оплату первого взноса, погашение основного долга и процентов по ипотечному кредиту, либо на оплату вступительного или поевого взноса в жилищных кооперативах и погашение основного долга и процентов по жилищному займу. Из этого следует, что если вы хотите купить квартиру без оформления ипотечного кредита или жилищного займа, и вашему ребенку еще не исполнилось трех лет, то вам придется подождать. Если вашему ребенку уже исполнилось три года, то вы можете ничего не ждать и не обременять себя ипотекой или жилищным займом. Если вашему ребенку еще не исполнилось трех лет, но вы готовы оформить ипотеку или жилищный займ, то это можно сделать сразу после получения сертификата. Таким образом, при покупке квартиры на средства маткапитала решающее значение имеет статус приобретаемого жилья. Если квартира ипотечная, возраст ребенка значения не имеет. Если квартира не обремененная кредитом, то вложить в ее покупку средства маткапитала можно только по достижении ребенком 3 лет. Что делать, если нет желания покупать жилье в ипотеку? Несмотря на щедрую поддержку государства, предусматривающую солидную дополнительную выплату в размере 450 тысяч рублей на третьего малыша для погашения ипотечного кредита, далеко не все семьи планируют третьего ребенка в семье. И если при этом на момент получения сертификата на маткапитал у родителей уже есть достаточное накопление, позволяющее с приложением средств маткапитала купить квартиру прямо сейчас, то, конечно, ждать три года не имеет смысла, так как инфляция за это время будет медленно, но верно подтачивать накопление. А недвижимость будет подниматься в цене. По прогнозам экспертов рынка, недвижимость, в ближайшие два года ожидается рост цен на недвижимость до 20-25%. Однако, как мы знаем, пункт 6 статьи 7.256 Федерального закона запрещает расходовать средства маткапитала до достижения ребенка трех лет. Что же делать в такой ситуации? На самом деле все очень просто. Нужно оформить ипотечный кредит, оплатить его первый взнос с сертификатом на маткапитал, а после выплатить весь ипотечный кредит досрочно, например, в течение полугода. В этом случае вы сможете законно воспользоваться средствами маткапитала до достижения ребенком трех лет и при этом не слишком много переплатить банку по процентам. Правила покупки квартиры с вложением средств маткапитала Расходование средств маткапитала, помимо сроков распоряжения, обременяется и другими строгими правилами, которые необходимо учитывать при покупке квартиры. Выдел доли на ребенка По закону родители должны гарантировать, что в квартире, приобретаемой за счет средств маткапитала, детям будут выделены доли. Если квартира приобретается без привлечения ипотечного кредита, доли на детей выделяются сразу же. А при покупке жилья в ипотеку оформление квартиры в собственность происходит не сразу. Поэтому в этом случае потребуется оформить нотариальное обязательство о том, что квартира будет находиться в общей долевой собственности всех членов семьи. Позже при оформлении собственности этот документ вам еще понадобится, поэтому запаситесь его копиями заранее. Согласие органов опеки и попечительства Очень часто покупка нового жилья, даже с использованием средств материнского капитала и личных накоплений, невозможна без продажи старой квартиры. И если в старой квартире у одного или всех детей имеется доля, то чтобы продать такую квартиру, потребуется получить на эту сделку согласие органов опеки и попечительства. Если доля ребенка была небольшой, в новой квартире его доля не уменьшается и приобретаемое жилье соответствует всем необходимым условиям для нормального проживания ребенка, то никаких проблем с органами опеки и попечительства возникнуть не должно. Однако, в случаях, когда один из родителей, разумеется, из лучших побуждений, оформил на ребенка всю квартиру, то есть ребенок является в ней единственным единоличным собственником, безусловно, добиться согласия органов опеки и попечительства на продажу такой квартиры будет довольно сложно и, как правило, невозможно. Аргументация органов опеки и попечительства здесь будет очень простая. Сейчас ребенок имеет в собственности отдельную квартиру, а после ее продажи он получит лишь долю в новом жилом помещении. Очевидно, что его интересы в случае продажи старой квартиры будут нарушены, а поэтому органы опеки и попечительства согласию на такую продажу дать не могут. Пакет документов на покупку квартиры с привлечением средств мат-капитала Для покупки квартиры вам понадобится иметь на руках следующие документы. Паспорта всех участников сделки, свидетельство о рождении всех детей, свидетельство о заключении брака или разводе, если таковые имеются, справка о постоянной регистрации всех членов семьи, сертификат на мат-капитал, договор купли-продажи квартиры, согласие органов опеки и попечительства, если одновременно речь идет о продаже старого жилья, заявка на ипотечный кредит, документы, подтверждающие согласие банка, нотариальное обязательство о выделе доли несовершеннолетним, если речь идет о приобретении квартиры в ипотеку. Процедура оформления покупки квартиры с участием мат-капитала в 2020 году. Этап 1. Получение сертификата на мат-капитал. Первое, что нужно предпринять, это получить сертификат на мат-капитал. Для этого мамочке необходимо обратиться в пенсионный фонд с соответствующим заявлением и дождаться решения ПФР. В 2020 году этот процесс уже не отнимет так много времени и сил, как раньше. Теперь больше не понадобится собирать 18 документов. Достаточно только одного заявления ПФР. Сроки на выдачу сертификата тоже сократились. В 2020 году сертификат можно получить в сроке от 5 до 15 дней. Этап 2. Выбор недвижимости. Если жилье покупается по договору купли-продажи без ипотечного кредита, обязательно предупредите продавца о том, что часть цены вы будете оплачивать сертификатом на мат-капитал. Не каждый продавец согласится на это, поскольку ему придется ждать поступления этих денег. Если покупаете квартиру в ипотеку, то никаких проблем не возникнет, так как банки к этому готовы. Этап 3. Подготовка и проведение сделки. На данном этапе следует подготовить пакет документов на сделку и подать заявление на распоряжение мат-капиталом в ПФР. В 2020 году такое заявление ПФР обязан рассмотреть в сроке от 10 до 20 дней. Если у вас остались вопросы по поводу приобретения квартиры или иной недвижимости на средства мат-капитала, а также если вы хотите убедиться, что сделка с покупкой недвижимости полностью отвечает требованиям юридической чистоты, обращайтесь за профессиональной консультацией специалистом юридической компании Юрвиста. Мы подскажем вам оптимальное решение с учетом обстоятельств вашей конкретной ситуации, возможностей, предоставляемых региональной программой и реальных потребностей вашей семьи. Удачи вам и вашим близким! До новых встреч!